Приветствую тебя, дорогой зритель! Ты на канале Заградчики Обзоры, с вами Сергей. Хочу познакомить вас в этом обзоре с метеостанцией от бренда GIX. GIX Meteo. Она состоит из базы, находящейся в доме, и датчика, находящейся на улице. Данная метеостанция, хотя не является новинкой на рынке цифровых технологий, но точно полезная и удобная вещь в вашей повседневной жизни. По сути, у вас есть собственный гидрометцентр в вашем доме, в вашей местности. Упаковка солидная, фирменная, с характеристиками на обратной стороне. Приятно удивило наличие встроенного барометра, благодаря которому будет отображаться в виде информационных значков «Погода». Также указан порог температуры. В помещении это от 0 до 50, а на улице от минус 20 до 60 градусов тепла. Оба устройства питаются от батареек типа 3А. В комплект они не входят. Я прикупил, установил и уже готов с вами поделиться своими тестами. В комплекте мы получаем уличный датчик. На нем видно есть собственный экран, что огромный плюс. Инструкция и основная станция. Дисплей, как вы видите, огромный и многоинформационный. С обратной стороны располагаются элементы управления. Снизу метеостанции располагается ножка, благодаря которой она может стоять на ровной поверхности, довольно устойчивая. Там же с обратной стороны располагается и отсек для двух мини-пальчиковых батареек. Благодаря шести резиновым кнопкам можно произвести настройки данной метеостанции, так как здесь помимо температуры, есть еще время, будильник, число, месяц, год и даже фаза луны. Корпус метеостанции выполнен из пластика цвета слоновой кости. Имеет черную обводку на передней панели. Экран у данной модели не сенсорный, поэтому на дисплей нажимать нельзя. Это может ему навредить. В левом верхнем углу отображается на данный момент облачность на улице. Немного ниже температура и влажность в помещении, с указанием смайлика, что отображает комфортно ли соотношение температуры и влажности. А также стрелка, которая показывает, что температура в доме начала понижаться. А ниже располагается информация о температуре и влажности с датчика на улице. Удобно, что у уличного датчика есть собственный дисплей, ведь благодаря этому можно сразу узнать температуру, не идя к основной базе. Оглянув только на уличный датчик. Это у нас фаза луны, время, отображение, что включен будильник, секунды, дата, месяц и день недели. Чтобы настроить время, воспользуемся специальной первой кнопкой мод. Нажимаем ее и удерживаем. Начинает мигать время. На данном этапе можно выставить год, благодаря чему будет отображаться фаза луны и правильная дата. Чтобы это сделать, нажимаем up или down, вверх или вниз. И каждое нажатие оповещается звуковым сигналом. Чтобы настроить следующий пункт, необходимо нажать ту же первую кнопку мод. Выполнив все настройки, у нас стала отображаться правильная информация в отношении фазы луны и дня недели. Уличный температурный датчик передает сигнал с помощью радиоволны. Выполнен он из пластика, весь в сером цвете и он не боится влаги. Имеет отверстие для крепежа, а также может быть установлен на ровной поверхности с помощью специальной подставки. Откидывается и устанавливается. Этот механизм крепления съемный. Отщелкивается и снимается. Под ним располагается отсек с батарейками. Его необходимо открутить. Для того, чтобы в корпус не попала вода, отчетливо видна прокладка. Также там имеются две кнопки и переключатель на каком канале будет работать. В данном случае установлен третий канал. Заявленное расстояние работы по радиоканалу до 10 метров. С помощью первой кнопки можно поменять с Цельсия на Ференгейт. А вторая кнопка TX позволяет быстро соединиться с основной базой. Нажимая на которую, загорается световой индикатор под маленьким экраном. Это нужно в том случае, если был утерян сигнал и у вас сложности при подключении. Или же вы хотите подключить новый датчик. Если же вы хотите завести будильник, то вам необходимо нажать кнопку АЛАРМ и удерживать. Если одиночное нажатие сделать, то включается просто будильник, который вы ранее настроили. Появляется, как вы видите, звоночек или колокольчик. Но чтобы настроить время будильника, и вот таким вот он будет пищалочкой оповещать вас, дальше вы услышите, как это происходит, вам необходимо на ту же самую кнопку АЛАРМ нажать и удерживать. Начинает мигать. С помощью кнопки АП и ДАУН настраивайте время. У нас сейчас 12.12. Мы выставим время, чтобы переключиться на минуты, еще раз на АЛАРМ. И переключаемся АП. 13 минут. Готово. Подтверждаем кнопкой. Готово. Когда будет 13 минут, мы сейчас послушаем, как оповещает этот будильник нас. Поднимет ли он нас? Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1. На десятую секунду уже двойной. 10 секунд по одному. Сейчас посмотрим. На 20 уже по 3. То есть по нарастающей идет. Но я думаю, что надоедливый писк поднимет. Интересно, что с 30 будет. Ого. То явно захочется его, мягко говоря, побыстрее выключить. И дальше он интенсивно с 30 секунды продолжает. Если вдруг я не услышал, что будет? Сейчас посмотрим. Прошла минута. Смотрим. Он продолжает работать, друзья. Интересно, сколько он так сможет пищать. Слышно довольно сильно, если рядом у тумбочки будет установлен. Только что отключился. 2 минуты просигналил и отключился. Это, я считаю, плюс. Потому что если вдруг бы он был бы настроен так, чтобы покамись вы сами бы не отключили, он бы полностью бы разрядил батарею. И так бы, пока вы где-то были бы в командировке, пищал бы. Да, это хорошо. Не хватает кнопки сверху для этого. Ну и что еще не хватает, на мой взгляд, это подсветки. Потому что мы делали обзор на метеостанцию. Тоже с датчиком. У нас их там аж два было. Сюда, кстати, тоже можно докупить. Потому что здесь три канала. И можно настроить, чтобы отображалась информация с других каналов. Я подозреваю, что это с легкостью можно сделать. Есть ли такой датчик конкретно к этой метеостанции, я не знаю. Но сам факт, что раз три канала, то можно эти два тоже, мне кажется, задействовать. Так вот, там у нас была подсветка в той метеостанции. Обзор на нее вот здесь можно посмотреть. Ну а за свои деньги эта метеостанция тоже хорошая. Кстати, цена ее сейчас на сайте instore.com.ua 859 гривен. И это не финальная цена. Ведь для зрителей нашего канала за игратчики обзоры можно получить скидку 10%. Причем не только на эту метеостанцию, а на все товары от бренда Jigs на сайте instore.com.ua. Это и смарт-часы. Кстати, у нас скоро будут на обзоре эта моделька Jigs Watch Lite. И блютуз гарнитуры. И GPS-маячок для животных. 10% на все товары Jigs по промокоду, который вы сейчас видите на экране. Jigs 2022. Ссылка на товар, а также на магазин instore.com.ua оставляю в описании под видео. Ну что ж, приступаем к тестам. Уличный датчик установлен там, где ему и полагается, на улице. А для сравнения я буду использовать старый добрый уличный градусник. Прошло сутки, на улице установлен датчик. На нем через окно видно, что 6 градусов тепла и 90% влажности. Теперь смотрим на уличный. И на нем тоже 6 тепла. За окном у нас 6 градусов тепла. Отлично. По точности уличный датчик совпадает. Только что взял спустя несколько минут метеостанцию в доме. После съемки уличного датчика и видно, что температура растет. Обратил внимание, что здесь есть стрелка, которая показывает, что температура увеличивается. А вот стрелка в доме показывает, что за последнее время температура понижается. Так и есть. У нас сейчас отсутствует свет. Соответственно, не работает отопительный котел газовый. И температура с 22, кажется, опустилась уже аж до 19,4 в том месте, где стоит метеостанция. После некоторого времени использования я оставлю информацию о точности данной метеостанции. Попытаюсь еще провести некоторые тесты. Но в целом я доволен этой метеостанцией. Потому что видно время. Видно даже, если вдруг вам это надо, фаза луны. Какое сегодня число. И показывает облачность. То есть погоду, какая на улице. Хотя она не полностью соответствует благодаря встроенному барометру. Например, сейчас показано облачно с прояснениями. Но на самом деле на улице туман и солнца еще не было. Ну, примерно так. Мне интересно, когда будет дождливая погода. Что здесь будет отображаться. Об этом я поделюсь в закрепленном комментарии. Информацию, где купить, я уже рассказал. Рад был поделиться. Промокод тоже для вас, зрители, действует. Всем спасибо. До новых встреч, друзья. С вами был Сергей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok